Харю небесный, утешающий в душе истинный, И живи везде сын, и вся исполняй сокровищи благих. И жизни подателю приди все лица мы, И очистимы всякие сквены, И спаси благое души нашу. Отец наш Небесный, молим тебя, иди в Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, Прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни в лево, ни вправо. Дома мы всегда пребывали в истине. Тебе слава, посылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне всегда и вовеки веков. Аминь. Игнар Тихонович предлагал другую тему для сегодняшнего занятия, Но пока мы ее не начали. Ну, только я объединил. Слово. И надумает. Где мне будет комфортно. Комфортно. Главное комфортно. Мы сегодня тему изменим, будем слушать Ваши. Огласите тему и по порядку. Огласите весь список. Пожалуйста. Вчера мне сбросили указания на непонятный какой-то файл. Но сбросают наши люди, близкие. Я знаю, что там хорошие. Обычно я себе без пояснения не захожу. Какой-нибудь папа сделаю. И оказалось, что там документ. Я считаю документ непростой. Если первый заместитель, так я его называю, По внешним торговным отношениям, Иларион туда выехал, То по делу выехал. Такой человек. И вот такой вот документ. Он считает его перед кем? По порядку считай, брат. Я буду поднимать палец. Это означает остановиться. Я буду комментировать. Потому что это просто нуждается. Выступление митрополита Волоколамского Илариона, Председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. На открытии учебного года на Богословском факультете Южной Италии, 17 октября 2014 год. То есть говорить будет о событиях, которые были в том месте. Это все они обдумали. Ну, видно, что к докладу подготавливался не один человек, А переворошили они прошлое. Проверить нельзя. Я этих книг никогда не видел, но события все эти известны. Но какие они из них выводы делают? Сегодня, в 2014 году, неделю назад это было. Перед них есть студенты, никакого реглама нету. Никто не спрашивает, сколько он будет говорить, полчаса, сейчас полтора часа. Это мы начинаем здесь придумывать. А после этого они могут быть дебаты. Ну, назначают пять минут, каждому говорить две минуты, три минуты. Вот там. Но пока доклад не сделан, Иначе как, о чем рассуждать, дебатировать. Вот теперь он наступает перед ними. Начало его такое. Ваше высокопреосвященство. Ваше, ваше преосвященство. То есть был митрополит, это высокое, а это просто преосвященство. Это епископы, да? Да. Уважаемые профессора и студенты богословского факультета. Кто они про нации? Тут ничего не говорится. Он знает несколько языков. На каком языке я говорил, я ничего не нашел. Но в Италии богословский факультет для кого? Русских там почти нету. Зачем они там? Думаю, что это латинский. Да, это так. Для меня большая честь, ну, это так я, выступать перед вами в начале учебного года. Прежде всего я хотел бы пожелать всем вам успехов в новом академическом году. Также пожелать народу Италии мира и благоденствия. Считаю я за честь выступать. Это митрополит говорит. Ясное дело, что это не в своем учебном заведении. Я отсюда делаю вывод, что это латинская школа, католики, и он перед ними уступает. В своем выступлении хотел бы коснуться событий далекого прошлого, а также событий совсем недавнего времени. Речь пойдет об эпохе Миланского эдикта и о событиях, напоминающих эту эпоху, но происходящих уже в наше время на наших глазах. В прошлом году во всем христианском мире торжественно отметили 1700-летие издания эдикта, подписанного в Милане в 313 году. 313, в цифры кое-какие можно запомнить, записать. Императорами Константином и Лицинием, восточной и западной частей Римской империи. Он его как назвать? Лицини? Да, Лицини. Ликини. Это азиатива. Ну, Ликини это одно. Разная область Римской империи, восточная и западная. Он на его сестре, кажется, был женатый. Да. Миланский эдикт это, по сути, первый официальный государственный документ в Римской империи, благодаря которому Кафолическая церковь получает не только право на существование, но также государственное и общественное признание. Не православная церковь, я это слово даже, считаю, не на слуху, оно было, но не так, Кафолическое. Вот они говорят, Ф-буква это Т. И они говорят, так у нас Кафолическое, а у них Кафолическое. У нас, говорит, Фома, а у них Том-Сойер, Том, Том. А на Бухов произносится между зубами, прикусить надо как бы язык и сказать, попытаться Т или Ф-ф. Вот это Ф-э. Это альвеолный звук называется. И он, перед ними говорит, Кафолическое, это Вселенская, единая была церковь, не было католиков православных. Если до этого христиан гнали и истребляли, если они могли существовать лишь в катакомбах и глухом подполе, то благодаря редикту миланскому христиане впервые, наравне с язычниками, получили право открыто исповедовать и проповедовать свою веру. Строить храмы. Он правильно говорит. Открыто. Открывать храмы. Только другого права не было. Исповедовать, то есть говорить, и проповедовать, говорить другому. Школы. Огромным достижением Константиновской эпохи стало признание церкви в качестве полноценного участника общественных процессов. Христиане в мусульманских странах ничего этого не имеют. За исповедание проповедь смертная казнь. То есть это хуже всякого язычества сегодня по отношению к другим вероисповеданиям. Но это меч Божий. Он пришел на наш голос, за наши дела. Надо дальше всегда посмотреть, что за этим событием. Заглянуть на ту сторону. Мусульманства не было бы, если бы люди шли христовым путем. Это бич Божий. Атилла, Аларик, которые приходили. Дальше придет там Наполеон, Гитлер. Это все бич Божий. Чтобы научить подчиняться заповедям Божьим. Огромным достижением Константиновской эпохи стало признание церкви в качестве полноценного участника общественных процессов, позволившие ей не только свободно устраивать свою внутреннюю жизнь, но и оказывать существенное влияние на жизнь государства и общества. В Советском Союзе церковь не имела права заниматься благотворительной деятельностью. Сказал проповедовать. Нет. Добро творить. Ты сам где-то мог отдельно где-то подать. А чтобы церковь, вот мы собрались, поехали в Луганск, это запрещено было. Не оружием торговать, милостью не подавать, но только чтобы это был фонд, собирали. Церковь не имела права в какой людоедский был режим, а люди с голоду умирали. Ну им надо было ценности взять. Многие христиане того времени еще помнили, как гонители выдавали церковь из общественного пространства, загоняли ее в гетто. Многие были исповедниками, судьбами, изломанными насилиями и притеснениями. Красноречивые, но одновременно исполненные боли во звание мужей апологетов 2-3 веков государственным лидерам Римской империи для многих христиан начало 4-го столетия оставались правдой их собственной жизни. Это все правильно говорит. Мы прикасаемся к мировосприятию христиан эпохи гонений. Читая, например, апологию Тертулиана, он восклицает. Мы существуем со вчерашнего дня и наполнили собой все ваши места, города, острова, крепости, муниции, места свободные, собрания, самые лагеря, трибы, декурии, дворец, сенат, форум. Одни только храмы ваши мы оставили вам. Это еще больше 100 лет назад Тертуриан был, 2-й век. Какой открытой войне мы не были бы способны, на какую войну мы не были бы готовы, хотя бы и уступали вам в силе мы, которые так охотно дозволяем умершлять себя, если бы нашим учениям не повелевалось нам скорее быть самим умершляемыми, чем умершлять других. Мы могли бы сразиться с вами и без оружия, и без бунта, отделясь от вас, как недовольные вами. Ибо если бы мы, составляя такое огромное число людей, удалились от вас в какой-либо отдельный угол земли, то, конечно, потеря столь многих, каких бы то ни было граждан, не только была бы позором для вашего государства, но вместе с тем и наказанием. Господство. Ну, это одно и то же. Христианам эпохи гонений... Цитата закончена. Христианам эпохи гонений приходилось доказывать властям империи свою лояльность и свою пригодность для полноценного участия в жизни гражданского общества. Но власти оставались глухи к этим доказательствам. И вдруг то же самое поколение гонимых и притесняемых христиан становится свидетелями признания церкви как интегральной части общества. Более того, в течение нескольких лет после издания Миланского редикта христианство превращается в духовную силу, во многом определяющую ход дальнейшей истории империи и всего мира. Это как при Горбачеве. Даже свободу, стройке храма. Очень похожий момент. Очень. По результатам Миланских соглашений императоры Константина Лицыни утверждают нечто совершенно новое, неслыханное для своих современников. Они всенародно заявляют. Цитата. Итак, руководствуясь здравым и правым смыслом, мы объявляем следующее наше решение. Никому не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую веру. И каждому даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая по мнению его, ему подходит. Значит, Константин что говорит о свободе вероисповедания? А тут могут быть баптисты, могут быть мусульмане, могут быть буддисты, кто угодно, евреи. И христиане рады, что их приравняли к другим, и они могут быть свободны. И вот заметьте, что только позволено было, ничего больше не было здесь. На всех на равных правах. И смотри, как дальше развиваются события. Дабы божество не посылало нам во всех случаях скорую помощь и всякое благо. Отныне всякий, свободно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать ее без какой бы то ни было помехи. Многоточие. Христианам даруется неограниченная свобода. Дается свобода и другим. По желанию соблюдать свою веру, что и соответствует нашему мирному времени, пусть каждый свободно по своему желанию избирает себе веру. Это будет вычеркнуто, и вычеркнуто будет царская Россия. Старообрядцам за что гнали? Природные граждане. Ведь это не 2-3 года, 600 лет так веровали, так крестились, и вдруг в один день не надо. Друг по-другому. Прошел стоглавый собор. На нем несколько человек даже канонизированы. А это не нужен собор. Как так? Это очень, так сказать, авторитетный. Многие, да не многие, попыток почти все сегодня понимают. А он был не нужен. То есть повторяет за другими. А чем он не нужен? Ты хоть в руках держал стоглавый собор? Нет, а я постоянно на него ссылаюсь. И на стене у нас написано стоглавый. Там правила. Да, это важно. Иначе мы многие правила не имели. Важно отметить, что данный документ предоставляет свободу христианам не в ущерб другим религиям Римской империи. Не в ущерб. Последователи различных языческих культов сохраняли свои права и свободы, как и прежде. Однако в Миланском эдикте, по сути, признавался тот факт, что церковь не какая-то маргинальная секта, разлагающая традиционную общественную стоимость. Напротив, авторы документа убеждены, что христиане способны обратить милость Бога ко всему народу. То есть это он говорит. Но дальше он не договорит. Но в конце-то написано и другие имеют право. Вот почему этим правом-то надо научить пользоваться. 313 год. Посмотрите, сколько лет тут указано. Он все знает. Все знает. Но выводов не делает. Почему? Потому что только дали власть. Ну вот вчера только были гонимые патриархии. Только сегодня делали власть. Они мгновенно всех давят. Мгновенно. Они не могут быть другими. Это даже не Сергей Строгородский. Это того, где уже заложено у них было. Так что им не надо было давать? Не надо, конечно. Если заранее знаем, что ему дать свободу. Амнистия преступника выпускает. Он сразу начинает убивать, насиловать. Зачем Щикотилову пускать-то? Он выщелкнул. Зависим, вот это не останется живых. Таланту скотину убивать. Дальше. Божество, так, богоугодность и полезность христиан для общества. Вот на что опирался новый эдикт. Выражая надежду на то, что божество, почему-то закавычено, не спошлет властям и народу империи во всяких, начинается цитата, во всех случаях скорую помощь и всякое благо. Почему божество? Потому что, как Гитлер говорил, проведение. Не Христос, не произносит. Как бы судьба. Так и это. У Горбачева духовность слова. Духовность, духовность. Нет таких слов. И вот божество, это они объединяют что-то неведомое. Кому-то поклоняются одни так, а там Аллах признает, здесь будет, да. Но это божество. И не знаем мы неведомому Богу. Вот они неведомы, это Павел сам его назвал Христа неведомым. И надо задобрить, чтобы у нас было все хорошо. Эти строки не просто уравнивали христиан в правах и свободах с язычниками, но открывали пред ними возможность заявить о себе, как о новой силе, способной положительно влиять на общество, наполнять божественным смыслом его существования. Здорово как. Он рассматривает, что дали свободу, теперь все пойдут проповедовать, будут также жить святой. Ничего такого не было. Вот этот эдикт с самыми добрыми намерениями послужил к разложению церкви изнутри. Сразу же хлынули тысячи и тысячи христианцев, потому что должности дают, он будет работать, депутаты выбирают христианин, депутат, а не христианин, ладно так. Как беспартийный. Да. Благодаря Миланскому эдикту христиане оказались пред необходимостью думать не только о своем спасении, а о благе своей небольшой общины. Новое положение в обществе заставило их задуматься о качестве этого общества. Никогда не было этого. О своем уровне. Наоборот. Вот здесь он говорит, говорится, тяжелую неправду. А монашество откуда возникло в это же время? Потому что искренние люди были, они увидели в церкви, мы сейчас здесь, маленькая группа, мы знаем, принимают, как у нас оглашение, период, там три года бывает. Но ничего нету, дверь открыли. Вот с улицы сейчас все пьяные, ну как в церкви, по кровски задели, любой заходит, шатается, не трожьте его. Бог знает, может коснется его тут. Не коснется, он о Боге не думает, он думает, чтобы он подошел и купил что-то. Это корыстолюбцы. Главное, к свечному, подтащить ящику его. И вот оно, это все сейчас и было. Эти люди видели, и они ничего не могли, стали жалостью, ну то свобода, кто как хочет. Что вы говорите? Это экономия и экономия, то есть снисходительность. Но есть другое слово, напротив, акривия. Это строгость. И вот хлынули они. Вчера община была 50 человек. Только их приняли, завтра приходят 550. Так откуда взялись-то? Да мы тайные были христиане, мы всегда верили. Ну вот, все, на завтра и проходит два дня, 5000 уже. Откуда? Кто? Эта группа, 50 человек, она потерялась. Они мешаются, ничего нет, заходят, какие угодно, выйдут во двор, курят. Ну, сравни с теми порядками, какие у нас есть-то. И эти патриарши-то понимают. Конечно, ну, он верующий, но не так, как вы. У них вера, да, православный, но не так, как вы. Я пришел сюда, тут я видел, что железная дисциплина. И не кто-то пишет, а та, которая ушла, в книге написано. Вот так. И вот эти люди побежали в пустыню. Когда бы они, 50 человек, поняли, что они уже задавлены здесь, они бы стали бороться, проповедовать, все 50. Но их этому не приучили. Их учили быть мужественными, терпеть, иголки под ногти, когда тело разрезают, пальцы, все. Они терпеливые переносили. Но идти путем Христовым-то не знали. Идите и пропадайте Евангелие. Ну, не было этого. Не было. Если бы вот 50, вот сейчас бы у нас общины сказали, вот вам большой дом, переходите туда, чтобы любой приходил туда. Иначе вообще вам нигде не будет. Согласили бы, согласились. Но наша община начала бы проповедовать, мы бы изменили температуру там. И те, которые не угодно, начали со священником отдельно работать, с епископом, с теми людьми, которые приходят. И сейчас отсеялось бы, сейчас прислушалось бы маленько, а сейчас те, которые ревностны, скажут, я всю жизнь этого искал. Я в интернете получаю. Я три года в интернете, и вдруг мы с сыном нашли. Нашли вас. Мы сейчас не выходим. Садимся за стол, слушаем. Утром встаем, слушаем. Ложимся спать, слушаем. Они не выходят. Здесь ютуба не спорим. Вот этим-то не занялись этим-то. После дикта-то куда? В пустыню убежать. Тут не спастись. Отречение от мира. Отречение, но не бегство. Я не молю, чтобы ты взял их из мира, Христос говорит. Но чтобы сохранил от зла в этом мире. В этом мире понимать надо. И вот это он не говорит. Почему? А он сам в этом состоянии находится. Сам этот митрополит. Иларион Алфеев. Он этого не может не знать. Он очень грамотный. Какой он из себя, как представляет. Какой он импозантный. Как выглядит. Я его вижу. Он не пузатый, ничего. Он просто приятный. Но вот здесь вот он говорит. Я бы хотел с ним один раз побеседовать. Ему что доказывать, когда он все знает. Но ты понимаешь, нет. Возникновение монашества. Все пишут. Это был протест против оберчения. Что это принесло? Миланский эрикт. Так он не нужен был. Нужен был. Но как вы им воспользовались? Перестройка нужна была. Церковь-то как воспользовалась? Всех придушить. Храмы строить. Храм Христа Спасителя. Когда я в университетах разных преподавал, все время спрашиваю, деньги на храм Христа собирают. Давать, не давать? Не давать. Он не нужен. Я это обосновил в течение одной минуты. Он не нужен. Вот там эти прессовицы теперь и пляшут. Вот что нужно было. Идти на благовестие. Христиан было достаточно. Умерщвлено было в среднем примерно, данные я беру из литературы, 475 тысяч христиан во время гонения. Полмиллиона. Полмиллиона погибло. Я думаю, это очень заниженные цифры. За три столетия полмиллиона гонения были предиоклитьяне ужасные. Тысячами речь шла. Тысячами казнили. Возьми житей Георгия Победности, Екатерина Великомученица. Вера, Надежда, Любовь. Второй век. Давай дальше. Новое положение в обществе заставило их задуматься о качестве этого общества, о своей роли в нем. Роли активных граждан, молитвенников за отечество людей доброй воли. В новых условиях христиане, епископы, богословы, монахи и множество мирян не растерялись. Видишь, как он за монахов все в кучу собрал. Они не растерялись. Они стали давать кому-то. Так они и до этого были благотворительны. Признание и диктам христиан ничего от благотворительности не дало. Ни грамма. Он говорит здесь сущую неправду. Христиане написано приносили имение, продавали дома и к ногам апостола положили без всякого и дикта. Чего он говорит-то? И вот это только дало то, что можно идти проповедовать и не страдать, не арестовывали. Но этим-то не воспользовались. Сектанты воспользовались. Из-за рубежа хлынули сюда. Сколько в стране всего понанесло-то? А православная церковь никаких. Когда патриарх Кирилл говорит, когда открылись храмы, строили и были наполнены, батюшкам показалось, что так всегда и будет. Ну вот ажиотаж прошел, народ отхлынул, храмы пустые. Итак, меняйте тактику. Выходите на распутье и везде проповедуйте. Патриарх говорил еще, Алексей Торнович, нам надо, это Кирилл говорил, переформатировать сознание народа. Значит, здорово. Но как? Мы реставрируем... Кого ты реставрируешь? Кладбище. Да кладбище не людей, а скота, скотомогильник. Они жили и как нелюди, и умерли как нелюди. И вот эти разные таймы было, и сколько еще тут будет свиного, гриба, куриного. Захлебнетесь в этом помете и в навозе. И все только в одном, что не пошли, как сказал Христос. Ждите, вы обречетесь силой Духом Святым и пойдете до края земли. Смысл? Не помазал печать Духа Святого. Ничего это не дает. Печать, печать, печать. Все запечатлены, никого нигде нет. Сектанты, никто их не мазал маслом, идут проповедовать из-за рубежа. И много не надо. Это иконы, идолы. Это первое. Их надо сжечь. А дальше, где двое или трое, там и церковь. Все. Проповедь окончена. Как у старобрядцев. Ты и ретик, переходи к нам. Проповедь больше нет. Ты и ретик, самое главное. Вот мы бы долбили, как старобрядцы. От нас бы ни один не ушел за 20 лет. А мы как говорим, мы старобрядцев спасение. Мы старобрядцам, отцу Николе человеку, наверное, 20 подарили. От нас уходят. А я вот живу рядом, можно к старобрядцам? Да можно, у них священники есть. Да нигде в мире так никто не делает. А к себе звать можно, к себе звать нельзя. У нас запрещено. Так они уходят. Вот это и есть диво. Мы будем надеяться только на Бога. Ослабевшая, другая, одна из ушедших спрашивает. Ну какая причина? Никогда не придумаешь. Туалета нет теплого. Я говорю, самый теплый туалет, это то, которое к телу твоему прилегает. Самое теплое по температуре 38. Туда и оправляйся. О чем решили-то? Да когда это было в России теплый туалет, этого никто не знал. А Россия, это 85% сельского населения. Туалета у нас теплого нет. Да могли бы горшок тебе поставить. Но неудобно. Но неудобно, значит, все. Это все, что имели, обратились, покаялись, крестились, причащались. Но эти люди, как правило, не ходили на благовестие. Причина одна. И все время в тайне где-то они, как говорят, бухтели. Чем-то недовольны. Я не слышу, а мне говорят. А вот выступал-то, говорил, она опять сидела. А что говорил? Да я не слышал, но я слышу, что она против. А что против-то? Никто не знает. Нет, это изнутри вырывалось. И, наконец, человек разрывает его дьявол. Дьявол разрывает. И куда? А я пошел туда, откуда пришел. Она сегодня ничего не слышала. Она сегодня не могла за братским обедом собраться. О чем Кирилл говорит. Хотя бы чаю выпить, позовите батюшку с собой. А он у нас рядом. Ничего этого нет. Она разве этого не знает? За церкви открылась возможность заниматься благотворительной деятельностью. Я в тюрьме сижу. Мне передали передачке. Масло. Я вот один день его раздал. Прислали там что-то еще. Я встал и пошел в больничку, раздал. Я к примеру говорю. И кто мне запрещал? И кто не запрещал? Так, дали возможность молиться. Молиться везде можно было. Молиться нельзя запретить. Можно я буду сидеть вот так вот, смотреть на следователя и молиться перед ним? Молитва это внутренняя связь с Богом. Это не то, чтобы я рукой пошевелил, совершил крестное знамение. Не так, конечно. И дальше. Послушайте, сколько упущений у митрополита здесь. А студенты сидят, митрополит приехал. Может переводчик рядом стоял. В Италии. В империи начался бурный расцвет христианской мысли и культуры. Мысли христианские, до этого они безмозглые были, бурные. Вот сидели пешки, манкурты. И вдруг и дикт, они уйти к дали, и мысль у него зашевелилась в голове, и он начал... Шарики. Шарики закрутились, как Амбросия этот, пишет Юрасов. Ну ты язык не понимаешь. Но дьявол его понимает, поэтому считай хотя бы не понимал. Ну я славянский язык не понимаю, церковь. А ты ходи, молись, и будешь понимать. И человек, который не понимает английский язык, ему никто не скажет. А ты сиди, молись, и будешь понимать. Нет, иди поступай на курс английского языка. В институт иностранных языков. А ты сиди, молись, и научишься лечить людей. Ты что ты научишься-то? Только заболеешь, пока сидишь. Что это за болезнь от неподвижного образа жизни-то? Гиподинамия. О! Ой-ой-ой. Зародилась христианская история иософия. Ой-ой-ой. Оформировалось... Падение. Новое отношение церкви к окружающему ее миру. Новое. То есть 300-летие, когда мучили на небо, шли, канонизировали. А здесь ничего уже нет. Новое. Новое. А какое новое? Все хорошее. Никого не судите. Главное не судите. Батюшка по головке погладит и поцелует. Эпоха, начало которой положило издание дикта, вошла в историю как золотой век христианства. Это самый темный век был. Полное попрание всего, что было до этого. Люди вообще перестали знать Бога. Дальше что доходим, мы считаем пятый век. Епископы не верили в воскресение мертвых. И тогда Эфесский, Господь усыпил их только на 300 лет. На 300 лет проспали в пещере, не сотлели. Чтобы когда воскресло, что другие тогда поверили. Та одежда, те же деньги у них. Нет, деньги как раз по деньгам-то их узнали. Просто золотые были. Там император другой, Чеканиный. Он когда воскрес подходит к городу городским, они сидят, проснулись и сразу ездить захотели. Через 300 лет один раз ездить захотели. Мы одного собрали, ему деньги-то и, а ты иди. Молодые офицеры, они все молодежь знатная была. Он подходит к городу, смотрит, крест. Как же так? То, что было написано, ловите христиан, убивайте их. Крест. Он не понимает. Подошел покупать, монету подает, а тот взял, подозвал другого. Ты посмотри монета-то. Янумизмак, я знаю, это золотая монета. Сейчас бедная, сейчас нет таких. Это было лет 300. Язычник какой-то. Лет 300 назад, говорит. И он сразу в полицию арестовали. Ты где эти деньги взял? Клад нашел? Да не находил у меня свои деньги. Скажите, что у вас тут случилось? Как что? Ну, храмы, гляжу, стоят. Да вера же христианская. Какая христианская? Нас же ловили, мы спрятались, нас козлить хотели. Кто вы такие? И так дошло, дошло, дошло. Ну, так описано. Я говорю, и из житий святых, это в житиях святых. В Коране только одно вот это событие взято. Значит, они нуждаются в этом. В Коране. Прямо говорится о детских мужчин. Да прям, целиком взято. Ну, не совсем целиком взято. Ну, вот как-то есть. Давай дальше. Эпоха, начало которой положило издание дикта, вошла в историю, как золотое христианство. А для империи эта эпоха стала временем смены мировоззренческих парадигм. 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 Вы знаете, смена мировоззренческих парадигм. Он как заполнен вот этой грамотой, что уже Евангелию этого Илариона не нету места. Ну, кто из вас знает, что такое парадигм? Нет, понятия не имею. Ну, вы скажите, скажи ты. Парадигм как раз. Ну, это слово фас. Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Парадигм. Перестань. Эта эпоха стала временем смены мировоззренческих парадигм. Вот запутал как. Определений. Определений каких-то. Мировоззренческих определений. Да, мировоззренческих. Было одно какое-то определение, оказывается, а потом оказалось какое-то другое. Ну, вот они этим набиты. Он учился, чтобы теперь говорить, и никто его не понимал. Они обладают тайной. Тайной общества. Первый раз я вообще читаю это слово. Таким только масонами быть. Да. Богословие церкви легло в основу нового понимания личной, социальной, государственной ответственности. Понимаете? Ни одного слова евангельского нет. Новое, социальное, государственное, ответственности. Да нет этого в Евангелии. В Евангелии есть только небо и ад. Есть жизнь и смерть. Это смертные слова. Он ни одного евангельского слова не может сказать. У него язык не поворачивается. Это сугубо рафинированный морской ум. Ощищенный от всего евангельского. Это... Этому надо учиться... Мирской вы хотели сказать? Этому надо учиться в семинаре Академии, я понимаю, да? Да, конечно. Потому что у тебя параграмма повыше, как змея на шее. Не бойся так соки себя. Я не вижу. Повлияла. Нина Александровна уехала домой. Больна, больна. На обновление всех институтов общества. Дала новый ценностный фундамент семейным отношениям. Новый ценностный фундамент. Ой-ой-ой. Да что, да-да-да-да. Это написано было муж-глава жены. Это основание всего. И далее остался без жены. Не ищи жены. Забудь про седьмую главу первой Коринфянам. Но это относится и к жене. Мне вчера одна пишет. Я муж, да я знаю, изменял. А теперь взял, да и ушел. Жизнь потеряла всякий смысл. Кто изменялся? Да какой же смысл-то в муже-то в твоем-то? Ну, понятно, 16-летняя девчонка там, паук запутал все в мозгах-то. Она ничего не понимает. Но ты-то женщина, которая жила столько лет с ней, но ты же знаешь, что ничего от него нету. Он только лежит, чакает на телевизор-то. Он во сне разговаривает с другой, а жена говорит, да нет, я спать хочу. Да я не с тобой, я по телефону говорю с чужой. Что спрашивать-то? И это положило основание семейной жизни. Новый причем. Новый причем. Он не знает ни Ветхого, ни Нового Завета, этот Иларион. Повлекло за собой постепенное изживание института рабства в империи. Изживание. Благодаря чему? Когда человек обратится, обратится и уверует. Вот уверует в Бога, вот тогда только, когда жена займет место, как Ян Златоус говорит. Вот об этом. А этого-то как раз и нету здесь. Христиане, что, 4 века не знали устроить семейную жизнь какие? Нет, это там самое главное. Цара называла Авраама как? Газбарь. И вы тоже поступайте, следите ее. А учить же не позволяют. Они за картерой сейчас стоят. Что это, Константин дал? Эдикт? Дальше. Вообще не знает история. Новая империя соединила северимскую культуру правовых отношений. Греческое искусство, изящные мысли и благочестие Иерусалима. Понятно? Сколько накрутил. Кто на ком стоит, даже не поймешь. Масонича прожженая вообще. Змею. Это прямо криком кричишь, это масон говорит. Это самое правильное определение. Да разве христианин может это наворачивать? Соединила вместе, мы радуемся. Прочитай еще это предложение. Он его не наизусть говорит. Новая империя оказалась уже новой. Соединила в себе римскую культуру правовых отношений, греческое изящество, искусство, изящные мысли и благочестие Иерусалима. Да Иерусалим-то самый нечестивый город кровей называется в Библии. Господь обракинул, растоптал его в это время. Да его не было, Иерусалима уже. Ну, а там до другой, Адрианополь. Адрианополь. Вот в чем дело-то. Он говорит, не только не по делу, а вообще выдуманно. Студенты там рот раскрыли. Ой-ой-ой, какие словам знать. Запиши, я потом буду говорить, тоже за мудро сойду. Ну, нет этого. Да, право римское. Но право-то римское откуда? Если кому-то от какого-то цесарона Бог открыл, то опять же от Бога это. Да, действительно, Конституции, большинство стран мира на римском праве. О том, что сейчас на собственность неприкосновенно, ну и прочее. Но это и Гитлер на этом строил. Не строили только Ленин на этом не строил. Защищать детей. Это римское право. Но римское, мы это знали из Евангелия, все написано. Пустите детей, приходите ко мне и прочее. Причем тут римское, это право. То есть он все время устанавливает авторитет Миланского эдикта, не Евангелия. Другой начинает говорить, ссылается, беседуя с мусульманами. А вот Иса, у вас в Коране написано, никогда на это не надо ссылаться. Ссылаться только на Евангелие. Зачем ты авторитету не в своей книге устанавливаешь-то? Ты говори о том, что написано. Иса, это действительно Иисус, мусульман. Но это не наш Иисус. Иисус был на Вин, Иисус сын Сирахов. Да мало ли Иисусов было-то. Их Иисус зачат был обыкновенным путем от семени. А наш, то Господь, от Духа Святого. Наш Иисус, которого они думают, он дал Евангелие. А у них он не давал, и жил Евангелие, и жил, не давал. Наш Иисус висел на кресте, а их Иса просто вознесен был и все. Он не умирал. Не умирал, живой был взятый. А мы говорим, умер. Он умер. Христос воскрес, воистину. Он говорит, не воскресал. Какой же ты Иисус, Иисус наш? Ничего там общего нету. Самого главного момента. Он взял на себя грехи мира. А вот иногда он нападает, а вот сказал, Иисус прелюбодей. Знаете, это звучит. А он сказал. А как он сказал-то? Я когда услышал, что это написано в интернете, от человека, который 50-ти, харизмат стал, падает и беснуется. Но для меня это ничего не значит. Я решил его прослушать. Он говорит. И он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мы с этим спорить будем? Какой грех мира? От первого человека до последнего. Какой грех? Ну, перечисляй дальше. Не пьяницы, не воры, не блудники, не прелюбодеи. Царствие Божие не наследует. А во Христе Иисус взял грехи. Он был как вор, как вор. Как прелюбодей, как прелюбодей. Это грех мира? Или нет? А он взял на себя грехи мира. И он был наказан, как прелюбодеи. Вот смысл какой вложил-то это. А другой сидит, он, гляжу, уже второй час идет, он все доказывает. А он вот оскорбил Христа. Это тоже сектант. Другого сектанта клиния. Мне не важно, кто. И вот который говорит-то, он, может быть, баптист, более приемлемый нами, православный. Но зачем нападать на того пятидесятника, харизматов, это на Александра Шевченко, он нападает, когда тот говорит по делу, и он доказывает. И доказывать нечего. Грех мира взял на себя Христос. И теперь, а курит наркоман и грех? Да, убийца. Да, Иисус взял, как убийца, умирал. Почему? Боже мой, Боже, до чего ты оставил меня? Он оставил его, отворотил лих. Это образом сказать, как бы тридинство разорвано было. Как бы. Нет, конечно. Он умирал, как самый великий грешник. За грехи людей, он взял их на себя. И кровь свою пролил страдания на кресте, тебя он искупил. Он искупил. За грех надо умирать, возмездие, за грех смерть. И за грехи всего мира умер один, и Павел это доказывает. А просто так сказать, Иисус прелюбодей. Ну, знаете, это... То есть, он умер, как прелюбодей, не будучи виновен в этом. Он умер, как вор, не будучи вором. Потому что он умер за всех людей. За всех. За тех, которые хулят отца-мать, которые сквернословят, которые аборты делали. И он умер за этот грех, за который смерть должна быть. И он умер. А веру я принимаю, и он меня прощает. Это Божий план. И вот вы, когда учитесь где-то, или смотрите, или идете, научитесь во всем, что у вас есть перед глазами. Что слышите, что ощущаете, что едите, что мюхаете. Запах. Во всем увидит любовь Божия. Любовь. Я покажу, как это делается. Говори. Нет, не нужен. У нас хватает их. У нас около десятка. А кто звонит? Не надо, не надо. Да у нас просто много, и куда нам? Совершенно не надо. В ласках. Ничего. С города звонят. Котята подбросили, не возьмете ли? В одном месте пишут ребят взять на воспитание. Котят. Брошенных жен, мужей отставлены. Не возьмете? У меня приехала в лагерь. Приехала одна семья. Видно, культурная. А я не вижу. А уже лагерь закрыт. А вы сына в ваш лагерь не возьмете? Я говорю, так лагерь закрыт. Ну, может, взяли бы один как-нибудь. Ну, так просят. А уже пожилые прямо. Но одеты, прямо ухоженные. Я говорю, а где сын-то? Да вон в машине. Я подошел, я говорю, заглянул, никого нет. Да кого-то он сидит. Он выходит лет 35 ему, наверное. Дубина такая, метр девяносто. Пухленький стоит. Видно, что нигде не работал. Он наркоман. Это последняя наша надежда. Его в лагерь. Я говорю, так это не в этот лагерь. Это в Барнауле есть СИЗО. 17 дробь 1. А там уже на хуету отправились. Там из него делают парадигмы. Даша, что он говорит, парадигмы это? Парадигма это парадигма. Точно. Паразитов духовных. И вывод из всего. А христианство стало в нем новой религией. Он религии, не о христианстве. Он о религии только знает. То есть, вот отсюда я слышу, он не имеет ни рождения свыше, ни понятия христианского. И носить звание христианина, с большой натяжкой только может. Да никак. Автор вот этого письма. Он не знает. Его ни один бопит за христианина не признает. Ни настоящий верующий православный. Что ни слова, то неверно. А они сидели, рот разинули, эти семинаристы слушали. Да долго, главное. Тут еще много же. Я только еще начал, хочу сказать. Фундамента много. Мировоззрение, способное объединить все многообразие рас и народов империи. Объединить. Да христианство, наоборот, отторгает все. В римском пантеоне было примерно 500 божеств разных там. Асклипия, Венера, Марс, Юпитер. Христианам дали место и сказали, ставьте статуи и молитесь. Ну помните, как бы грешен. Он говорит, я тебе поставлю статуи. Ну все как надо. И крест на доме воздвигну. Лидия, иди за меня. И что получилось? Христиане сказали, вот это вот что у вас есть. Это бесы. И принося жертву идол, вы приносите бесам. Цитирует из Писания. Это, ты услышишь, я сказал, это Марс. Так по-моему, что Артемида Ефесская, это кто? Да она прелюбодейка, по-вашему даже мифологическому сказанию. Ну а Диана, да это одна и та же в разных народах. Это искусство породило ее такое, она красивая. Помните, как Димитрий там, Афина. И вот что это есть. И она объединила все. Христианство намертво выжигает все. Это самое нетерпимое. Это даже более нетерпимое, чем мусульманство. В том плане, что они признают христиан людьми Писания. А христианство, это мусульманство, это никак его не признает. Одно страшное, безумное заблуждение. Вот как о нем откликаются. Ты почитаешь, что святые отцы об этом говорят. А Магомед кто такой? А Магомед это воинство сатаны, и он впереди идет его. Полководец. Это прямо святые отцы в житиях святых говорят. Они с ними прямо боролись и говорили. И заканчивает он этот абзац, видать, передохнуть. Получив исторический шанс, церковь воспользовалась им сполна. Церковь вообще ничего не получила, кроме свободы, исповедовать Иисуса Христа. А этого он нигде не говорит. Вера и исповедание. Какое вера и исповедание? Они не веру должны исповедовать, а проповедовать Христа распятого воскрешего. Здесь ни одного слова нет евангельского. И это сегодня, это положение, это рупор патриархийный сегодня. Что? Зачем тогда мы читаем? Ну хорошо, маленько. Это с этим, с комментариями. Но оно само по себе большое. Что она? Падает уже. Это обыкновенная история с Людмилой Степановой. Чего мы не начинаем новое разбирать? А нам зачем это? А потом приходит, а вот мы, Игорь, помнишь, там что-то разбираем. А мы что, сама же сказала, зачем мы разбираем их? Нет, ребята, это надо. Во-первых, это не рядовой говорит. Во-вторых, это история. Он исторические факты берет, а они были. Но сейчас дальше вы увидите, что он говорит. Это только начало. Это нам необходимо знать, куда эти люди наши пошли. Куда? Они теперь только одно, не судите священников. Зачем его судить-то, когда он осужденный? Кого его судить-то? У него христианского-то ни одного слова здесь нету. И вот это довело до этого гнилья. Что видим через порог, как пуль понавозная хлещет. Призови своих родителей сюда хоть раз. Они не пойдут. Не пойдут, им не надо. Отстояла она и пошла. Пришел дома, наклюкался, проспался до следующей субботы. Так? Да любой. Любой. Я не говорю о родителях. И никому он не нужен. Не нужен. Они никого не знают. Там нет никакого общества. Просто так люди приходят. Но бывает интерес по чем-то. Это интерес по куполам. Свечное благочестие называется. Дьякон как высок. Давай. Миланский документ справедливо получил в науке название Эдикта толерантности или веротерпимости. Вот сейчас толерантность везде. То есть бесконечное лапзание со всеми. Безразличие. Это его главный смысл. Почему у медиков нет толерантности? Если я медика учили, так он знает, как надо поступать. Почему ему сегодня кипящее бузиновое масло не льют в рану? Лечили тогда, чтобы дорожали. Ну да, нормально было. Ножи по эпихолю. Давай. Да и они это знают-то. Он в каждом движении своем должен увидеть милость Божия. Микросфор посмотрел. Что он там увидел? Боже, как ты велик. Я только исследую, смотрю, а ты сотворил из ничего. Ты должен день и ночь полыхать. Это любовь сделала. Бог, любовь. Это премудрость Божия все создала. А там мы думаем, что я сижу на стол оперся. А там молекулы, протоны, нейтрина. Все это с невероятной скоростью. Как они последние? Давай. В этом смысле Миланский Эдикт выдержан в том же духе, что и предшествовавший ему указ императора Галерея 311 года. С чем сравнивать? Прежний указ дозволял христианское богослужение. В кавычках. Если оно не нарушает общественный порядок. То есть коммунисты разрешали богослужение, но не проповедь. Богослужение, но не проповедь. Вот как получено по религиозным культом, здесь Сидешев Александр Петрович был, Геннадий Иванович Лесенков, здоровый такой, быковатый. И они сидели в краевой администрации. Мы у нас сняли фильм, помню, «Причувствие». Там я участвую в этом фильме. Фильм уже занял главный приз на международном киноконкурсе документальных фильмов. Ну и узнал он, что нельзя показывать. А почему? А мы проконсультировались. Я говорю, с кем вы консультировались? С благочином Алтайского края, с твоим отцом Николаем Павловичем. Еще он сказал, что нежелательно этот фильм показывать. Там нагнетается напряженность. А у нас такие лояльные отношения, толерантность к советской власти. И фильм не показали. И пришлось, тогда была Юдина, кинотеатр «Мир» вокзала. Может, был даже тогда. И когда первый раз показывали, она потом встретилась, она сидела с мужем. А приехал-то Кузнецов, и мы с ним выше перед народом. А народу много было. Я сидел, а у меня вот так зубы чакали. Я думал, сейчас придут и арестуют. Я до того перепугалась, что в фильме говорите, и вы здесь. А еще советская власть. Советская власть. Вот так. Зоя Павловна звать ее. Хорошая женщина. Ну, хорошая просто. И она к Богу никак не могла обратиться. И поехала куда-то здесь, в аэропорту. И пошла в туалет. Ее там сшибли и обобрали. И она сразу Богу замолилась. То есть учителя где-то около туалета уже выжили женщину. И слово их более весомое, чем когда в прямая проповедь идет. Ее шибли там, топтали, синяками отделали и все. Да ладно, еще не отделаешься. А то и придется тебе, говорится, до крещения мыть 10 раз. Ты к Богу приди, и как все сразу переменится. Ну, верующим надо быть. Здесь ни одного слова нету, не евангельского. Нету. Прежний указ дозволял христианское богослужие. Но при условии, что христиане будут молиться за императора и римское государство, обещая последнему дополнительную помощь. Власть и власть. Вот это тогда появили, тогда Сергий, и выступает Ярошевич Николай в церкви. Митрополит. Бейте фашистских гадов, чтобы ни одна не выползла отсюда. И стоит, это в рясе, но это комиссар. Настоящий. Бейте фашистских гадов. Который, разумеется, должен покровительствовать римскому народу с его традиционными божествами. То есть за идолом полиция, чтобы стояли твердо неужели. Коммунистический эдикт под Вилом. Вил Владимир Ильич Ленин. И все же именно с Миланского эдикта открылась новая эпоха, как для церкви, так и для римского государства. Что в итоге привело к изданию в 380 году указа императора Феодосия I, который провозгласил христианство государственной религией и поставил традиционную языческую религию фактически вне закона. Все. Сначала все равные, все хорошо, а теперь христианство набирает силу. Феодосий теперь, это старший Феодосий I, 380, и там 313, ну что там получается, 67 лет. И все, никого кроме нас нету. Везде все решает патриархия. Уж они пахали-пахали на Бориса Николаевича Ельцина, и законы меняли. А стектанты, звезды вновь зарегистрировались раньше их. В числе первых и мы всегда регистрировались. Они не могут собрать. Храм полный, а подписи не могут ничего собрать. И уставы свои после этого они изменили. Сейчас всю власть отняли. Только у епископа власти. И старосты могут менять, и избрание, и еще раз. Игнативность, можно слово? Мне так скучно это все. Дайте, я буду, пускай Виктор Андреевич почитает, пожалуйста. Давай, почитай еще, Мария. Он спокойно потянет вот это вот. Ну-ка, давайте. Я уже не могу это. Он не хочет здесь это сквернять. Да не, не то что, просто уже усталость. А мой можно осквернять. На. Вот отсюда. Итак, естественно предположить, что Эдикт Галерия, Миланский Эдикт, а вслед за ним и указ Феодосия Первого, знаменует собой последовательное раскрытие политической логики римского государства. А не логики римского государства, а логики церкви православной. Дали только палец, ноготок, сразу захватили по самой плеще. Все вне закона религии, все. Не так понимают, не так палец прижали. Никон гонит о вакууме. И пишет письмо. Алексей Михайлович, дай мне власть то. Я их Никоньян всех перепластаю. Перепластаю, то есть перерублю. Да к чем он лучше Никону-то? Только он в тюрьме сидел. А просит власть, дай мне власть, я им всем голову отрежу, этим Никоньяном. И все. В связи с этим резонно спросить, готова ли была сама церковь к фактическому вхождению в структуру римского государства. Не в Христа, а в структуру римского государства. Не только заменяя собой уже существовавшие языческие институты, но и создавая принципиально новые. Туда они вошли, этих убрали, их поставили, а он теперь, как мы ходили здесь, вот Игорь-то ушел. И он теперь крестит, ходит в библиотеку, решает, что читать, не читать, ОПК, культуру, в школах, танки освещает. То есть они вошли в эту структуру. И теперь мы считаем, Георгий, Победоносец, другие, это все воины. Воины языческого государства. И они крови пролили море, кого сегодня канонизированно нам преподают. Я признаю, но это все вопреки Евангелию. А почему признаете? Я считаю себя послушным, чадом православной церкви. Мне это не помешает быть послушным. Но я легко докажу, что этого делать нельзя было. Нельзя. Да как же так? Так это, ну скажи, это было языческое государство? Да. И он воевал за него, и был очень сильный воин? Да. Ну убивал людей? Ну, конечно, убивал, раз он сильный, то он убивал ни одного, ни двух. Но теперь, когда узнали, что христианин, он не отрекся, теперь он уже святой. Да он умер с теми же мыслями, какой был языческий убийца, такой и остался. Дальше. Однозначного ответа на этот вопрос, опираясь на достоверные письменные источники той эпохи, мы не находим. Он не находит. Письменные источники той эпохи. А Евангелие всегда есть. Евангелие было в первом эпохе, в первой, второй, третьем. Но по Евангелию-то посмотри не так. Он ищет письменные источники. Он Евангелие, Библию не признает за письменный источник. А мусульмане нас признают людьми Писания, а Илларион не признает. С одной стороны, вокруг Константина Великого почти сразу же образовался круг придворных епископов, в которые вошли упоминавшиеся нами Евсевий Кесарийский, Евсевий Некомедийский, окрестивший императора перед смертью. То есть, равноапостольный. Вот возьмите еще слово-то, равноапостольный, Константин равноапостольный. Ну давайте напишем, апостолы что сделали? Отреклись от прежней жизни, он был гонитель. Дальше что с ним было? Дальше он идет в Аравию, там где он получает благодать помазания от Духа Святого. Далее, он проповедует, его бьют, его гонят. Что-нибудь было это у жизни Константина? Нет, конечно. А почему он равноапостольный? Ну он церковь православная сделал господствующей. Понимаешь, какой двойной стандарт. Да кого он сам-то крещеный хотя бы был, он на соборе главный зашел, я, как его сын Константин Меч, взял со слова моего закон. Он император, он не крещеный всю жизнь был. За два с половиной часа до смерти, может быть, только и крещение принял. Все, в Иордане, в Иордане, а тут уж не до Иордана, либо хоть помощили. И кто крестил? Языщий этот, Арианин. Он православным ни одного дня не было. Евсевий, не Каимейский. Да, он Арианский был. Он крестил-то, он, Евсевий. Не говорит здесь просто. Что-то скрывают-то. Сегодня уже начинает прорываться Андрей Акураев, там другие говорят. Они скрыли данные, а доступа в эти библиотеки у нас нет. Крестил Константина, императора, ариан, еретик, по их же меркам. А он крестился последний, и на соборах-то он командовал, когда был язычник совершенный-то. И что ему нравилось? Полное подчинение власти. Ну, договорите однажды, то отряхните из себя этот тлен. В мощах погрязли. Мне кажется, они с мощами спят в обнимку. С мумиями. Какие мощи-то, когда самыми мертвые? Вот эта канонизация, это все отсюда пошло. Это круг придворных епископов. Составляют Евсей Кесаийский и Евсей Никомедийский. Двое. А на соборе только было 318. А куда остальные делись? А они же все в ссылке были. Он благоволил к ним. А почему он к ним благоволил? Они все на ходу ловили, как Дмитрий Ростовский. Что только надо было. Кручевое слово здесь. Придворный. Да. Придворный шут. Как это пишет Расул Гамзатов. Придворный кремлевский поэт. Как у Ленина был Демьян Бедный. Первый из них даже считается некоторыми историками церкви ответственным за принятие христианами эллинистической политической мысли. То есть эллинистическую, то есть языческую. Эту мысль приняли. Ни о Духе Святом, ни о чем нет. Зачем Дух Святой, когда эллинистическая культура в мозгах? Театралы. А он запретил гладиаторские бои. Ну и что запретил? Ну запретил. Что из этого выходит? Убиваете в другом месте в каменоломнях. До этого тоже запрещали. Так что ничего запрещено. Он ничего этого не говорит-то. А эти-то сидят перед ним, молодежь-то. Они так и думают, что в самом деле эллинистическая вошла культура в мозги им там где-то. Это было заражение церкви, эболой этой. Вот это все оттуда и пошло. Вот оно где идет. Еще не дочитав до конца, я хочу поблагодарить Игнать Тихонович за то, что он поднял этот вопрос. Потому что многие говорят, у нас одно одинаковое. Что у нас, что в Московской патриархии. Вот для чего нужно читать. И не спать сейчас. Но пускай кто-нибудь из них, из патриархийных, разберет вот это, что он сказал. Тут нельзя не говорить, когда он абсолютную, полную неправду говорит. Выводы делает абсолютно противоположную. При чем тут я? Это гибельсовская брехня называется. Вот возьмите, Иосиф Головский. А кто он такой? Святой русский. А я его не знаю. Это Сталин в церкви. Это Берия. И он сидит с князем вместе на его территории. Князь. А вот там-то еретики. Да всех прощайте. Господь же сказал, что может покаяться. Нельзя прощать. Иначе ты не князь. Бог отнимет княжество. Их казнить надо. Жечь. И он гундел и гундел под боком ему сидел. И наконец добился своего. И тогда открыл сказку. Инквизиция в Россию пошла. И кто Иосиф Головский его канонизирует? И главное с Нилом Сорским. Церковь. Какой широкий диапезон. Нил Сорский говорил. Церковь должна быть бедная. Все раздать. Надо жить как Христос. Ну это ясно, что церковная. А тот говорил. Нет, церковь должна быть богатая. Если архиерей, как сегодня говорят. Ну видно было, что у него колесница настоящая. А не просто там какой-то велосипед. То есть БМВ там еще какая-то. Ну как шейхи живут. Вот эта машина у меня полтора миллиона долларов. Мы сейчас рассмотрели. Это мой автопарк. 60 машин у меня. Вот это на понедельник машина. На вторник. А вот это самое голубое. Это на пятницу. И он все строит. И строит, и строит. Скорость скоростная. Я говорит. 381 километр я поставил. Скорость. На дороге. Очень быстро в ад едет. А шефера называются пилотами. Ну это быстрее, чем кукурузник. Однако такой подход вряд ли можно считать обычным для церкви тех времен. Христиане, хотя и молились о властях и воинстве Римской империи, все же ощущали себя гражданами Отечества Небесного. А у нас, разве не молимся мы о властях и воинстве? Где? Ну не мы, а в Московской патриотизме. Да еще как молятся. Стыдоба. И что дальше? Слушай. Все же ощущали себя гражданами Отечества Небесного. Помню завет апостола Павла. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Евреям 13-14. Привел место. Весь патриотизм здесь. Мы не ищем здесь града. А у нас Родина. Наша Родина на небе. Так вы что, я пацифист. И вы разрешили бы конфликт на Украине. А зачем его разрешать? Его не надо разрешать. Вы посеяли, должны пожать, а потом Бог разрешит. Пока не истребить ту и другую сторону. Когда Гитлер стоял под Москвой, решение никто не знал какое будет. У Бога было вымерено. Вот я про себя скажу. Я знаю крушение разных армий было. Переживал. Я все время думаю, что он думал. Нигде дневников Гитлера нету. Когда все правильно делал. Весь генералитет, народ. Просто день и ночь за него все кричат хайль. И вдруг машина застряла. И как что, сибирская зима. Замерзло. Вообще ничего. Замерзло масло. Все замерзло. Автоматы. Шинели не привезли. А тут сибиряков туда кинули в шубах. И пошло назад. Отбросили от Москвы. Самого жестокого военачальника поставили. Жукова. Который говорил. Солдат не жалеть. Бабы новых нарожают. На его совести, наверное, больше миллиона висит. Это все расправлялось. Сейчас все это открывают в интернете. Везде в газетах. Почему? От Бога это было вымерено. Каким быть Жукову? Каким Сталину? Но меня интересует именно переживание только его. Как он видел? Все предсказывали волхвы. Будет победа. Москву уже в бинокль рассматривали. И вдруг нельзя. Уже на крайне, считай, Москвы были. Ну почему? И он там лучшие танки. Разработки. Которые сегодня еще в стадии домыслили. Что он готовил? Какое оружие? И атомное оружие подготавливали. Где-то в Норвегии тяжелую воду. А тут они свои бросили, разбомбили. Взорвали, вернее. Даже не бомбили. Баржи потопили с тяжелой водой. Свои террористы. С водородом. Тяжелой водой. Десантников. Ну вот это все, что он думал в это время? Меня интересует. Я сам не знаю почему. Какие были переживания он искал. Никого рядом не оказалось. Он уничтожил. Так заметьте. До самого победного конца все воевали. До ступенек Рейхстага еще в Рейхстаге. И бились до самого победного конца. До последнего патрона. Пока не осталось вооружения. И он говорил, что у меня не будет ли рация немецкая. Не имеет права на существование. Она ни за чем не нужна уже будет. Но у них сейчас тайный сговор в Германии. Это просто не к делу я сказал. Но к тому, что в мире это совершается за грехи народа. Они разозревают эти грехи. А откуда вы знаете, за что на Украину такая беда? Я не знаю. Я только думаю. Думаю, что за то, что все секты, какие только есть, они там сконцентрировались. Аминь. Гнезда там. Какое бы ни взял, какие еретики где на Украине, на Украине, на Украине. И там им развитие такое. Харизматы ползают, орут. Выбирают там этого Ющенко они выбрали. Это все на этой желтой революции. Это все на сектантах. А что делать? Смириться перед Богом. Но сейчас, если уйдут из Луганска, из Донецка, там выметут все. Ну, пускай пока не вымели, значит, вытянуться сюда в Россию и уйти, бросить дома. Как евреи исход делали из Египта. Вы останетесь живые. Мое предложение, я так вижу этот вопрос. Не надо сражаться. А он Порошенко подтягивает сейчас. Я тебе сказал, еще хуже будет. Батюшка привез фотографии, разбитая танк, и горела действительно, как Курская битва. Ну, вы же разожгли. И те, которые говорили, они не об отделении, а о федерализации. Но они перед вами картину нарисовали. Вы говорили, голосовали, голосовали. Ну, вам показали вот эти сожженные танки, дома, все эти воронки, люди, оторваны руки, ноги. Вам показали вот эти инициаторы-то, Захарченко и другие? Нет. А плохо. Надо было заранее показать, чем это кончится. Надо заранее было показать, чем советская власть кончится. Царя не надо свергли. А дальше будет голодомор. Дальше раскулачивание. Дальше будет война. Дальше перестройки. Вам почему вперед-то ваше уважнение показали, ни Плеханов, ни Ленин? А надо это все знать. Знать это не надо. Просто не надо было бунтовать, и ничего этого не было бы. Так надо было начинать, не начинать бунтовать-то еще с этого Майдана. Да еще не с этого Майдана, а с того Майдана. Да, да. Когда еще вышла американская коса заплетенная, девчонка. Да. Змеюга выползла просто из-под дерева, и все разговаривает со всеми. Еще ты не слыхать про него. Еще маленько посчитай. Да как не слыхать? Самое печальное, что Майдан-то в нашей России уже готов. Только время еще не пришло. Я совсем недавно, дня два назад только посмотрел, я не видел этого. Показали, как эти приезжают автобусами с Украины, националисты. И они, значит, Ростовская область, Воронежская, Краснодарский край полностью уже. Это наша украинская территория. И они выходят, арестовывать-то некого. Вся молодежь за них показывает, молодежь. Ну, а другой диктор говорит, так их немного, может, процентов 10. Да 10-то та самая молодежь, парни. А 90% стариков-то на пенсии, они какую роль играют-то? Только цифра 90-то. И они уже все против. Кого арестовывать-то будет Путин? Только выжигать свою страну. Уже подошло вплотную. Я не видел, с какими лозунгами, с украинскими флагами в этих областях, которые я назвал. Ну, Господь сказал, не ужасайтесь. Надлежит тему тому быть. Надлежит. Надо это на все смотреть, как говорят, философски. Да продлит еще Господь нашу страну мир. Да. Более того, в течение двух веков они жили в государстве, преследовавшем их единоверцев, в котором их вера была религио эликта. Эликита. Вы, то есть, недозволенной религии. Одним из обвинений, постоянно звучавшим в адрес христиан, был упрек по политической и социальной бесполезности. А политично рассуждаешь? Отчасти это соответствует действительности. Ничто нам так не чуждо, как общественные дела, писал Тартулиан. Оригин утверждал, что в каком бы городе христиане ни жили, у них другой строй подданства. Как отмечает протеерей Георгий Флоровский, в этом смысле христиане находились вне общества, были добровольными изгнанниками, отверженными людьми вне социального порядка мира сего. Да кто сегодня поверит в это? Стоит, крестится президент, депутаты стоят. Вне этого общества первые христиане считались, а нам это не надо. А как будет? А кто власти? Да нам разницы нет. Это все коротенькое. Я хочу быть со Христом. Разрешите умереть и быть со Христом. Я не дождусь, когда прямо предстану перед ним. Вот как они отвечали. И только их убивает. А я вижу Христа стоящего. Он видит Христа стоящего. И говорили, что когда убивает кого-то, Христос встает, хотя написано сидя в основе меня. А мы имеем как раз то, о чем говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам, в первом послании. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Я считаю, что вот это его дикт, этого Илариона, он четко исходит из программы Сергия 1927 года. Ну еще. Более того, между империей и церковью существовал особого рода антагонизм. Который отнюдь нельзя считать просто конфликтом по причине взаимного непризнания. Ведь христианская церковь больше, чем просто церковь. Многоточие. Христиане также народ, особый народ. Народ Божий. Терциум генус. Третий народ. Ни елены, ни иудеи. Церковь не просто собрание людей или добровольное объединение, занятое одними лишь религиозными делами. Она провозглашала себя и в действительности являлась особым независимым обществом, отдельным государством. В то же время и Римская империя провозглашала себя и в действительности являлась чем-то большим, чем просто государством. Римский общественный строй претендовал на полное подчинение себе своих граждан во всех измерениях их жизни, приписывая себе божественное происхождение. Это ярче всего выражалось в культе гения-императора, особого рода божества, сопутствующего Кесарю. Отказ от почитания этого божества карался смертной казнью как государственное преступление, ибо римская языческая религия была неотъемлемой частью политического устройства. И вот эта империя антагонист и соперник молодого христианства протягивает его руку, гарантируя свободу вероисповедания, имущественные права, защиту и покровительство своего закона. И церковь очень быстро включилась в жизнь империи, взяла на себя заботы о вдовах, сиротах, девицах, увечных и болящих делах, стала принимать участие в общественных делах, казавшихся Тритулиану столь чуждыми ей по природе. Духовеста получила узаконенное государством право «печалования» о несправедливо осужденных. Началось влияние церкви на законотворчество, выразившееся в его последовательной, хотя и частичной, гуманизации. Неоспоримо воздействие христианской веры на изменение отношений общества. То есть гуманизация, вы понимаете, человеческий облик принимать вначале государственные жители, а до этого они не знали. Даже разница законность, ну сейчас издали закон, даже простое, пиво нигде не пить в общественном транспорте, где пьют. Ну и сдали закон, окурки не бросать, окурками завалено. Завалилось. Ну все. Ну сказали, не матерись в общественном месте, нецензурными словами. Да без мата ни одного нету. Вот рассказывают, говорит, двое. Ну ведут делегацию, решили показать завод-то. Ну это види анекдота. Ну и проходят мимо слесарный станок, и два рабочих между собой ругаются. Ну они становились, говорят, о чем они разговаривают? Ну что-то со станком неладно. И он ему говорит, что я твою мать поимел сегодня, своей матерью спал. Ну мать твою, а дальше переведи-то. А он ему отвечает, а я, говорит, и только твою мать, и этот станок, и завод, и вот эту делегацию. О чем они разговаривают? Они не ремонтируют ничего, они матерно ругаются стоят. А перевести это нельзя. Неоспоримо воздействие христианской веры на изменение отношений общества к институту семьи и брака. На постепенную социализацию государственной политики, ставшей более внимательной к нуждам народа. Видите, ни одного евангельского слов нет, даже ни одного. Он не считал Евангелие. Не считал. Он годится быть митрополитом, но христианином ему не стать уже. Ну цитируют же Евангелие, только что читали. Ну как бы, Игнатий? Ну где? Ну как, ну вот только что. Евреям 13.4. Ну как, случайно, взлетевшие сели. И мы не имеем здесь постоянного града, но имеем. Так это первые христиане, он ссылается. Он же приводит его? Ну только приводит, это не его слова-то. Он-то не приводит ничего. Это первые христиане говорили, здесь у нас нет государства. Мы в любом государстве другое государство. Мы христиане. Дал нам новое имя. Нас зовут христиане. Литер Андреевич, вы защищайте, защищайте. Давай. Это нормально. Пошел. Адвокат. Да. А то Иларион там узнает. Адвокат. Адвокат. Он, я тебе скажу, он мне нравится. Адвокат. Он просто мне нравится, как человек, очень грамотный и прочее. Ну охота бы дать ему то, чего у него не хватает. А не хватает у него очень многого. Иларион это, я помните, рассказывал, как монахи-то принимают. Вот этот Иларион он рассказывал. И документальный фильм. И вот как червячком этот ползет к ногам этого митропоэта, отца своего в монастыре. А вот этот, который, он не знает кто. По-моему, чем он. Прямо вот так вот, по порогу везде человек. Сотрудник ГГБ и большой очень щит. И дружили с Патеряевым. Когда он кирилл был. Ой, говорит, такие у нас разговоры были. В дом он к нам ходил. Митрополит, когда еще был студентом. Кирилл, в Гуньяев-то. А о боге? О боге никогда не разговаривали. Это он воспоминает, уже старый. Он к нам заходил, всегда молодой, приятный человек. Удобно было. Но если бы он пришел и сказал, вы живете, вот как мы считаем, в житиях святых. У них жили, начальник Катул был. Они вышли и стоят двое там. Карин, кажется, и давай ему скажем о боге. А как сказать, не знают. И вот он проходит. Здравствуй, наш господин. Ты, господин, только над телами нашими. А души Христу принадлежат. Он остановился, что не поймал. А чего они говорят-то? Он говорит, да они христиане. Как христиане? Веруют. А он пошел дальше. А они хотели его обратить, а он не обращается. Там пять до шесть лет. Кричат. А ты-ка ты в аду будешь, а мы в раю. Он остановился. А я им со своего стола жертвы на мясо посылаю. Как же они брали-то? Да они его в дом-то не заносили, они сразу собакам кидали. Как? Посвященные Диамиде бросали арестовать их. Они ленина хулили. Враги государства. Враг народа. Ну и сказки святые. Константиновая эпоха, последовавшая за издание Миланского эдикта, не только открыла новую страницу в жизни Римской империи. Она предопределила парадигму развития церковно-государственных отношений в странах. Парадигма. Направление. Направление развития. Ни об обращении, ни о покаянии, ни о Христе, у него парадигма одного. Вопреки расхожему мнению, христианство не стало просто заменой обетшавшего язычества в Римской империи. Оно вошло в ее жизнь и структуру, как принципиально новое начало. Оно не подчинилось диктату светской власти. Оно воздействовало на саму власть, порой вступая с ней в неравные по силам конфликты. Нигде не вступала. Этого нет. Ни одного случая не было. Даже никто не знает. С властью вступала, когда вещь касалась ереси, там и понаборчества, а тут они вступались. А за проповедь Христа, даже, я кажется, ни одного житья такого не знаю, чтобы в это время, когда Константин открыл, за проповедь преследовали. Я пропущу маленько? Маленько. Как это пропущу? Тебя там не до конца ты считал? Ну вот еще тут... Ну да, ты считай. Так вот еще мы до вечера будем читать, Игнатих. Что ты томишься-то? Ты когда считаешь, что Златоусты больше томятся. Давай, считай. Нет, Златоусты больше. Златоуста больше. Восемнение. Давайте хоть Златоуста немножко почитаем. Еще маленько. Сейчас, вот это ты здесь посчитаешь. А завтра начинай. Давайте, у меня историческое значение. Он как раз об историческом значении Миланского. Пропустим, Марина. Ты смотри, Иларион, что они делают с твоим посланием? Вы куда смотрите-то? Историческое значение Миланского эдикта состоит в том, что он стал поворотным пунктом в истории Римской империи. Правильно, поворотным. Ну а куда? Так, по словам отца Иоанна Мейендорфа, появилось новое общество, принявшее христианство как свою религиозную, а потом и моральную, культурную и политическую норму. Общество приняло норму. Ни христа не приняли, ничего. То есть, что приняло? Норму приняли. А что принимать за норму? У каждого своя норма. У кого 50, у кого 200. Баланс. Баланс, да. Бил баланс. Это общество просуществовало в Европе вплоть до начала нового времени, когда во многих странах церковь решили отделить от государства. От событий 1700-летней давности я хотел бы сейчас обратиться к событиям недавнего прошлого и рассказать вам о том, как юбилей Миланского Эдикта отозвался в Русской Православной Церкви. Доховеста. Которую я представляю и которая в прошлом году праздновала другой значимый юбилей. Какой? 1250. 1025-летие Крещения Руси. 1025-летие Крещения Руси. 1025-летие Крещения Руси. Давай, давай. Совпадение двух юбилеев заставило нас задуматься об историческом пути церкви, поразмышлять о древнем событии, положившем начало новой христианской цивилизации, но одновременно с этим оценить и нашу собственную недавнюю историю. То, что мы пережили за последнюю чертить века и чем продолжаем жить сегодня, можно с уверенностью назвать вторым крещением Руси. Оказывается, второе крещение Руси происходит. Сейчас фотография везде есть, она у меня стоит здесь. Кирилл, патриарх, он держит ребенка. Крещение совершенно. Вот так вот, он держит. Самолетик. А вот это вот у ребенка голова. И вот так он его держит, его кто-то мужчина. Ноги вот так вот, а тут патриарх стоит вот так рукой, и вода летит. Ноги кверху у ребенка, вот так. Ну, ребенок лет пять или шесть. Одеты, конечно. Полностью одеты. И патриарх Кирилл, похож на его мошенник. Ай-яй-яй-яй. И на весь интернет это все распространено. Ай-яй-яй-яй. Это второе крещение. И нам надо с ними объединиться, что ли? Я никак понять не могу. Срочно. Причем. И главное, чтобы богословы у нас были оттуда. Русь была крещена в 988 году святым князем Владимиром в водах Днепра. С тех пор началось спасительное шествие христианской веры в ее византийском православном изводе. О! Византийском православном изводе. По городам и местам Святой Руси. Нет, нету. И Святая Русь придумали. А Русь не то, что не положено. А ведь Святая Русь это то историческое пространство, которое объединяет нынешнюю Россию, Украину и Белоруссию. Три славянских народа, разделенные ныне государственными границами, некогда составляли единый народ и имеют общую историю, продолжавшуюся более тысячи лет. Святая Русь и ныне сохраняется в виде того духовного пространства, которое объединяет Русская Православная Церковь, включая в себя Украину, Россию и Белоруссию. И целый ряд других стран. Объединяет, вытряхивает эту... Вот когда, вот батюшка даже говорил, Чечню там... Я решил не говорить ничего. Они выгоняют. А еще надо разобрать, чьи это храмы. Когда в 45-м году униатов отобирали их храмы, а православных туда посадили, они теперь вернулись свои, этих вытряхнули и все. Про это-то не говорят. Их туда коммунисты посадили, попов-то этих. Эти храмы принадлежали украинской церкви. А русских-то там и не было, может, совсем. Как сейчас вот аптека в Миранском стоит, аптека. Ну, подходишь там, где Техас, около технического университета, политеха. А ведь это костел был католический. И сколько ни били, с ней не отдали. А почему? А докажите документами, что он ваш. Так это все знают. Нет, у нас судить могут только, когда документы есть. Ну, вы можете доказать, что там вам предложат? Документы какие же, когда арестовывали, расстреляли всех. Ну, значит, не можете. Назад не отдадим. А за сегодняшнюю власть отвечает. Это ваше. У нас разрушил плотину. Приехал, прокопал, воду выпустил. Директор, чтобы мы не проезжали. Приехала туда власть. Да что же это делать? Глава администрации заматерился. Они что делают? Я говорю, блокируют нас. Потеряю. Ну, и все, кто взял это? Ну, Мануэлов Анатолий Сергеевич, директор Корченского, села Корчино-то. Ну, и прокуратура пошел. Прокурор затребовали. Он ответил, весна будет, сейчас мороженое, вода будет проходить. Весной мы обратно все заложим трубу и обратно. Траншею глубокую, ну, метров пять ширины и глубиной метров, наверное, четыре. Прокопали. Бульдозером. Ночью пригнали. Сделали, нет, не сделали. Мы подали в суд. А суд-то какой? Безбожный. И судья говорит, а у вас есть документы на эту плотину? Какую? На земляную плотину документы. А разве они были документы? Я спрашиваю, документы у вас есть? Я говорю, 180 лет назад делали. Но документы на нее есть. Да деревня была 20 лет разрушена там. На плотину разве бывает? Значит, документов у вас нету-нету. Все, суд закрытый. Я говорю, я ходил на кладбище. Я кричал, люди, кто 180 лет назад жил. Был ли документ? Молчат почему-то. Ну и все. Дайте документ на эту плотину. На насыпь, который воду задерживает. Это не где-то суд Мамонтовского района, Алтайского края. Ну а вот, я сидит. Я говорил, вам ничего не... Так вы же давали подпись, что сделаете? А я сейчас не директор, сейчас другой директор, Гладышев. Да ты же подписал, Мануйлов, подпись твоя. Ну я же сказал, я сейчас не директор. Ну следующая-то правоприемница. Как, советская власть отвечает за все, что делали. Нет. Гладышев я не подписывал. Ну и все. А мы стали думать, а нужна ли нам плотина эта? Теперь оттуда скорченные поедут. Да и хорошо, что может ее нету. Да не каждый жулик нам проведет. Аллилуйя. Слава Богу. И мы не стали ничего больше и говорить, и делать. Там рыба была большая, а окуни. Вот такие вот были окуни. Иван Тихонович, вы сказали последнюю страницу. Последний абзац читаю. Да. За более чем тысячелетнюю историю русского государства отношения церкви и светской власти развивались по-разному. В период от 988 года до автокефалии русской церкви в 1488 году государство содействовало распространению православной веры и не вмешивалось во внутренние церковные дела. А это абсолютно неправда. Всегда нет. Князья не вмешивались. Как хотели, переменяли, капиталь перетаскивали, людей гнали на войну. Рабство было, крепостное право. В следующий, так называемый, московский период, 1448-1589 годы, княжеская власть нередко нарушала сложившийся баланс отношений и принцип взаимного немешательства, меняя неугодных предстоятелей церкви на более лояльных. Ни одного слова. Ничто князья, никто не знает Бога. Ни одного его евангельского слова нет. А меняют, то есть установившиеся. А установившиеся, это значит ничего они не делали без разрешения из церкви. Это нормальное отношение. Как у них оно было. Подмять под себя Алексея Михайловича. Великий тоже господин называть его. Ну что, я считал сколько страниц? А их всего 15. Нет, мы уже больше, чем на занятиях провели время, Игнатий Ильич. Ну, ты что, ты Илариона не признаешь? Да, я признаю, признаю, признаю. За Илариона иеретику. За митрополита признаю. Да я его нисколько еду. Вы признаете, что он благодатный? Благодатный. Это был Иларион, это не ваш же, а этот митрополит. Я знаю. Помолимся за него. Давайте, помолимся за него. Давайте, помолимся за него, Иларион. Он был в Ковальске. Так что, уже все? Да, давно уже. Больше. Давайте, молитесь. Нет, Игнатий Ильич, давайте. Да вы там сегодня, это, мы ушами не занимались. Брат, Игорь, Игорь, я не знаю, чем молиться-то. Ну, о митрополите Иларионе и о нас тоже, Господи, помилуй. Благословен Господь ныне признаю и вовеки веков. Аминь. Благодим тебя, Господи. И за это собрание наше, которое мы провели, Господи, хоть и не по словам твоим, но много вспомнили евангельского в противовес тем словам, которые говорил этот митрополит, которого непонятно, каким образом поставили, и непонятно, сколько он еще пробудет. Выстинен он или нет, мы, зная каноны твои, догадываемся, как ты относишься к нему, Господи. И просим тебя, чтобы не наказывал ты его смертью, а чтобы он стал настоящим твоим другом, истинным проповедником слов твоих евангельских, чтобы он познал до конца, что такое есть настоящая христианская жизнь. Помоги ему, Господи. А нас, Господи, на том пути, на котором ведешь ты нас, сохрани. И чтобы сестры, те, которые отошли от нас, чтобы они на примере всей этой истории нашей жизни, общины нашей и своей жизни, увидели и познали милость твою и благость твою к тем, кто идет до конца по заповедям твоим. Даруй, Господи, нам все преодолевше устоять, с верой на надежду воскресения и жизнь вечную, в слово твое святое, и эту прекрасную проповедь, которую, можно сказать, из души своей излил святой Иоанн Кронштадтский, чтобы мы всегда помнили, что слово твое превыше всего, и оно будет судить нас, а не те вымыслы и всякие измышления и басни бред непьяных старух, Господи, как говорил святой апостол Павел, которые люди изливают от злобы своей, через сердца злобные, от сгоревшей совести. Помоги нам, Господи, быть верными тебе до конца. И даруй, Господи, до конца нам еще прочитать то, что здесь написано, еще разобрать все это, чтобы это явилось для нас уроком и примером, потому что все, что происходит в Церкви, Господи, это от Тебя, Господи Творца, чтобы мы спасли свои души, и чад наших сохрани, чтобы и те, кто в оглашении, чтобы не были они равнодушными к тому, что происходит сейчас в жизни Церкви и с нами. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Я не знаю, что вы хотели услышать, но я то, что накипело. Молодец. Ты сказал то, что нужно. Да, аллилуйя. Потому что меня это все, вот это вот, это квинтэссенция, будем говорить. Квинтэссенция. Всего того, что накапливается.